МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Владимирович, когда вы для себя решили, когда вы впервые поняли, что будете снимать про Донбасс? Эту картину я задумал снимать тогда, когда это все начиналось. В 2013-м? Нет, в 2013-м еще войны не было. Война началась в 2014-м, сразу же после революции в Украине. Сразу же стали появляться эти ролики, кто-то попадал в подземелье, расправы на улице, люди кричащие. И как-то это все накопилось, я, конечно, за всем этим следил. Ведь такой разлом, в котором начинает проявляться то, что в обыденной жизни вы можете не увидеть. А что это такое? А это отсутствие власти. Когда власть уходит, это нечто, что сдерживает людей от подобных поступков. Это все выступает наружу. Не знаю, я написал этот сценарий, я его потом переписывал, дописывал, искал форму. К этой картине я шел из документального кино, наверное, поскольку в моих документальных фильмах так получилось. Нету героев, есть причины этому. Герои – люди. И с этой перспективы, из этой точки можно описать явления, события и нечто при помощи кинематографа. Нечто описать, что не дано нам, если мы используем традиционную драматургию, когда у вас есть один герой, линейное или нелинейное повествование. Дети и наши женщины в подвале сидят, выйти боятся. Целый день и ночь они бомбят. Представляете? Оттуда, понимаешь? Нет, друзья, понимают. Нет, понимают. Ты, ты. Надо бомбить. Но вот именно в этом контексте, почему вы решили делать игровую картину, а не документальную, несмотря на, как бы цинично это ни звучало, вот такую документальную фактуру? Очень интересно это было сыграть. Когда вы делаете игровой фильм, вы контролируете это все. Вы можете это выстроить таким образом, каким вам необходимо. И потом все-таки это художественное произведение. Не всегда можно контролировать в документальном кино цвет, композицию. А когда вы снимаете такие вещи, как там, не знаю, сбиение у столба, то вряд ли это можно вообще делать. То есть это нельзя делать. Вот я бы не стал это делать. В отличие от всех тех, кто стоял с смартфонами и комментировался. Это реальная ситуация. А в игровом кино можно? Поскольку у вас есть договоренность со зрителем, что это томатный сок. Ну и мы можем пережить нечто, не нарушая этики. Пережить нечто, что могло бы, не дай бог, случиться с нами в жизни. И хотя бы попытаться понять, где мы в этот момент, что мы будем делать. Какой поступок совершить, чтобы этого не допустить. Ну вот вернемся к тому, что в ваших документальных фильмах, как вы говорите, нет героя. Но ведь и в Донбассе его нет. То есть это нелинейное повествование. В нем нет начала, конца, главного персонажа. Вы сказали, что на это есть причина. Какая? А, в документальном кино я боюсь лгать. А в игровом мне интересно развивать новую форму. Значит, я могу считанные фильмы назвать, где есть или множество героев, или нет главного героя. И первый фильм, игровой, это «Стачка». Мы теряем там всех, все равнозначные. Значит, потом еще есть картина Буниэля «Призрак свободы». И, в общем-то, принцип, который я взял себе за основу драматургии, это Буниэль. Это «Призрак свободы». У него тоже герой переходит. Нужно как-то соединять это все. Для чего? Для того, чтобы зритель мог перейти из одного эпизода в другой без вопросов. Без сильных вопросов. А, значит, перейти из эпизода в эпизод мне необходимо, потому что очень сложно придумать сценарий, в котором можно показать все страты общественные. Людей, которые в подземелье, непонятную линию фронта, непонятных персонажей, которые ясно, откуда приехали туда, но они играют в такую глупую игру. Кто у нас начальник? И так далее. И все эти ситуации поражают своей гротескностью уже в жизни. Достаточно только поставить камеру, и вы уже имеете фарс, комедию, траги-комедию, траги-фарс, гротеск. У нас тут жмуры лежат. Хочешь сфоткать? Пошли! Пошли, 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 пошли! Пошли, пошли, пошли! Если бы я делал политические высказывания или хотел бы их делать, то я пошел бы работать в Министерство иностранных дел. Или, например, пошел бы депутатом. Но я не хочу быть ни депутатом, ни министром иностранных дел, ни президентом. Как вы вообще решали этот конфликт художника и гражданина при работе? И был ли вообще этот конфликт? У меня не было никакого конфликта. Как гражданин я обязан говорить о том, что меня тревожит. Об этом я и говорю. В этом смысле никакого конфликта нет. А как художник я делаю это так, как я умею. Теми красками, которые я умею использовать. В той форме, в которой я вижу наибольшее соответствие тому, что происходит. Потому что сама форма – это еще и отношение к тому, что происходит. Потому что это все серьезно воспринимать нельзя. И поразительная вещь в том, что, с одной стороны, это гротеск и это местами смешно, но за этим всем кровь. И это трагедия. Понятно, что прогнозы – дело неблагодарное. Но вы можете попытаться представить разницу в реакциях российской аудитории, украинской и международной на ваш фильм? Это действует помимо знаний, деталей. Потому что там есть такие общечеловеческие вещи, которые понятны всем. А дальше начинаются нюансы. На какой мы стороне? На этой, на той, кто это, чья это власть и так далее. Это уже нюансы. Мне кажется, что такой катастрофической разницы между ними существует. Последний вопрос. Если или когда этот фильм дойдет до российского зрителя? Что бы вы этому зрителю сказали перед просмотром Донбасса? Я бы сказал, что им очень повезло. Они имеют возможность увидеть произведение искусства. И возможность подумать над чем-то очень важным, что происходит. Пусть они не думают, что это где-то далеко. И с ними, и здесь, и сейчас. Потому что это так. Там это проявилось, но никто не знает, где это может выскочить в других местах. Где эта тонкая пленка цивилизации лопнет. Что война, в принципе, отвратительно по определению. Эта война, это легализованное убийство человеком человека, что отвратительно по определению. Спасибо большое. Спасибо. Может, ты не фашист, но дед твой по-любому фашистом был.